22-летний лейтенант милиции Евгений Потопович найден застреленным 16 мая. 18-го его похоронили. Этот жуткий случай поднял на уши всю Беларусь. На первоначальном этапе расследования отрабатывались разные версии случившегося. Проверялись обстоятельства службы, личная жизнь и последние контакты офицера. Следователи допросили всех свидетелей, родственников и знакомых погибшего. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, обнаруженные на месте происшествия вещественные доказательства, а именно личные вещи, документы, в том числе служебное удостоверение сотрудника, мобильный телефон и табельное оружие. Информация с похищением не нашла подтверждения. Видеозаписи с камер наблюдения по маршруту к месту, где был найден труп, детально изучены. С 6 до 9 вечера «Черной Волги» на них не зафиксировано. Следователи установили все действия Потоповича в день гибели и сегодня на брифинге в Могилеве. Основной версией случившегося назвали суицид. Необходимо отметить, что в этот день сотрудник самостоятельно принял решение выбыть в указанное место, проигнорировав указания оперативного дежурного выбыть для оформления дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на переулке Орловском. Следствие установило, что 16 мая около 11 утра лейтенант милиции покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Также известно, что инспектор побывал на месте, где его позже нашли. По словам ИСКА, на теле сотрудника Потоповича не обнаружено следов борьбы или насилия. Кроме огнестрельного ранения, а положение рук, закованных в наручниках, позволяло самостоятельно выстрелить в голову. «В результате изучения ноутбука, принадлежащего Потоповичу, установлено, что 1 апреля текущего года он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам. Сообщения содержат сведения о его суицидальных намерениях. Ряд этих сообщений он направил своим знакомым». В апреле нынешнего года Евгений Потопович уже совершал попытку суицида. На расследовании по уголовному делу продолжается следствие. Ищет водителя авто, который помог лейтенанту добраться до места, где позже было найдено его тело. Если вам что-то известно, позвоните в 102. Елена Кутузова, Константин Шевцов, Бобруйск, 360.